Сегодня Казанская ярмарка не место для особо впечатлительных. Кругом гробы, венки, есть даже виртуальное кладбище. В общем, все, чем гордится ритуальная индустрия. Современный рынок ритуальных услуг буквально пестрит предложениями. Здесь даже есть свои тренды. К примеру, современный надгробный камень не обязательно должен быть черно-белый и угрюмый. Он может быть и вот такой, цветной и довольно позитивный. Даже вплоть из инстаграма и социальных сетей, вот как человек жил, проводил свою жизнь, он хочет и оставаться так же, как бы и после смерти. И здесь спрос рождает предложение. Кремация. Вот еще на что в России растет спрос. Во-первых, это натреть дешевле. Во-вторых, это создает более удобные условия для памятования. Это и экология, и вот заброшенные кладбища, особенно сельские поселения. Не оформлены ни кадастрового учета, но ничего нет. Сегодня в Татарстане нет ни одного крематория. Ближайший находится в Нижнем Новгороде. Именно туда везут усопших с нашей республики. Ну, бывает, два раза в неделю машины ездят. Вот тоже люди звонят, заказывают. Едем, производим. Разговор о появлении крематория в Казани завели еще в 2013-м. Его не построили до сих пор. Специалисты говорят, дело в религиозности Татарстана. Христиане для своей души бессмертны. Не боимся никакого образа погребения. Но уважение к телу человека, оно, конечно, именно требует погребения тела гробом. В исламском шариате, то есть в мусульманском шариате, это запрещено. Как к кремации относятся татарстанцы, мы спросили у них. Я против кремации. Почему? Наше происхождение землей. Наверное, наверное, против. Не знаю, что будет со мной. Я лучше за то, чтобы меня сожгли. Так или иначе, кремация в России по сравнению с Европой и США практически не распространена. Подтверждение простая статистика. Там хоронят только 7% умерших. Всех остальных кремируют. В России все ровно наоборот. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!